Всем привет! Власти Москвы заявили о том, что готовы выделить казакам 6 миллионов рублей на обучение последних стрельбей и рукопашному бою. До этого называлась другая цифра 357 миллионов рублей, если мне память не измеряет. Власти собирались выделить вообще на поддержку казачества. В администрации президента уже сказали, что да, видимо, в ближайшее время обученных за счет налогоплательщиков казаков будут привлекать для разгона митингов оппозиции. Слушайте, простите, я что-то не понимаю, мне кажется, или чего. У нас какую политику вообще государство проводит? Мы что делаем? Мы чем вообще занимаемся? У нас денег нет на социальные проекты, но мы постоянно создаем какие-то вооруженные бандформирования. У нас сегодня силовых структур и так уже выше крыши. Полиция, Росгвардия, прокуратура, там всякие сейчас вот казаки, которые тоже будут вооруженными выходить совершенно официально в согласие властей и разгонять вот этих вот несчастных протестующих. Я не стесняюсь спросить, у нас вообще государство или это какая-то банда, которая вот как в 90-е годы занимается тем, что занимается устрашением, грубо говоря. Я не совсем понимаю, меня, если честно, ситуация данная напрягает. Хотя мы постоянно говорим о том, что надо поворачиваться лицом к своему народу. И вот мы помним, да, последняя, та же пресс-конференция Дмитрия Анатольевича Медведева, она сейчас отличается. Я думаю, Владимир Владимировича такая же будет, как у Медведева была. Вы, наверное, заметили, что там появились новые введения. Во-первых, появилось очень много молодых людей, появилось очень много, туда пригласили каких-то КВНчиков, каких-то там звезд молодежных каналов, видеоблогеров популярных, которые делали вид, что тоже хотят пообщаться с первыми лицами, позадавать как будто бы какие-то острые каверзные вопросы. Понятно, для чего это делается. Чиновники, особенно высшего эшелона, понимают, что они теряют популярность, им ее надо каким-то образом поднимать. Но поднимать перед кем. Очень сильно сегодня наше чиновничество не любит именно молодежь, потому что если там ребята из моего поколения, да, может быть, чуть помладше, ну, они уже, в общем, наверное, смирились с чем-то и действительно обросли какими-то семьями, обязательствами и так далее. Зачастую люди просто побаиваются, да, куда-то ходить, протестовать, потому что можно потерять работу, что можно там потерять свободу и так далее. То молодые люди, они как раз прекрасно понимают, что им-то в этой стране жить, да, и когда ты выходишь за пределы вуза, а тебя ничего хорошего не ждет, остается идти только протестовать. Вроде как чиновники это начинают понимать, там, может быть, не чиновники, пиарщики из администрации Кремля, поэтому, повторюсь, делают вид, что власть как будто бы поворачивается лицом вот к этим самым молодым людям. С другой стороны, повторюсь, наверняка та же самая история будет на пресс-конференции президента. С другой стороны, мы наблюдаем, да, вспоминаем фигурантов московского отдела, вот это вот Егора Жукова, который буквально позавчера вышел из зала суда, и ему влепили три года условно. Если кто-то считает, что это какая-то победа, да нет, ребята, это не победа, потому что условный срок это все равно уголовный срок. И, по сути, человеку сейчас сломали жизнь, потому что, да, он с уголовной статьей. На нормальную работу его не возьмут. На госслужбу тоже вряд ли он сможет куда-то пойти. И что его ждет в будущем автослесарем, где-то в занюханном каком-то гараже, да, или вот таким вечным оппозиционером, которого никуда нигде допускать не будут. Ну и потом, я думаю, что начнут еще больше заворачивать гайки для таких вот людей с судимостями, потому что в головах наших соотечественников, ну, все, кто имеют судимость, неважно за что, они все равно преступники, к сожалению, нам это вбивали долгие годы. И вот сейчас, с одной стороны, ребята делают вид, что хотят повернуться к своему народу, с другой стороны, нанимают очередных вооруженных бандитов. Я уже, честно, не понимаю, что происходит и что нас при таком подходе ждет дальше. Хотите, как в 90-е часто спрашивают? Ну, слушайте, в 90-е, по-моему, такого не было. Да, в 90-е были бандиты. Ну, в 90-е эти бандиты не были наделены властью, там были какие-то коррупционные схемы, но официально бандиты в 90-е власть не представляли, что происходит сейчас. Ну, ребят, мне кажется, в 90-е это полегче и попроще было. Хорошего дня!